Чудеса и Сына и Святаго Духа. Мы очень привыкли к евангельским чудесам, их много, и сегодня мы слышали очередной отрывок о том, как Господь совершает чудо, совершает исцеление евангельских чудес. Так много, что порою думаешь, что когда не хватает веры, когда учатся каких-то знамений, знаков, чтобы вера укрепилась, думаешь, что если бы Господь послал бы что-то подобное, о чем мы читаем в Евангелии, но тогда действительно это бы поменяло. Нашу жизнь укрепила веру, и тогда бы мы показали. Но Бог не дает, что делать. Между тем, вся евангельская история и все евангельское отношение к чудесам говорит совсем о другом. Да, связь между верой и чудесами есть, но она строго обратная. Есть вера, чудо совершается. Тем не менее, есть несколько примеров, когда наоборот, отсутствие веры становится прямым препятствием к совершению чуда в своем родном городе в Капернауме, о, в своем родном городе Назарете, где Иисуса Христа знали, с рождения, не могли к нему, к тому человеку, которого они знали, отроком, юношей, не могли относиться серьезно. Там его божественное достоинство, его достоинство, как Христа, помазанника Божьего. Люди отказывались верить, и Евангелие совершенно честно говорит. И там он чудес не совершает за их неверие. Евангелие от Марка еще жестче не мог совершить чудо. Не мог не потому, что силы как-то иссякли, а потому, что человеческое неверие действительно полагает определенный предел ограничения действия Божьему. Почему? Потому что Господь себя своим действием человеку не навязывает. Строго наоборот. Человек являет веру, дает место действовать Богу в своей жизни, и Бог в эту жизнь входит. Вот что такое чудо. Чудо – это действие Бога в нашей жизни. Это не обязательно что-то сверхъестественное. Бог – Творец неба и земли, Вселенной и всех его законов. И для того, чтобы осуществлять свою волю, чтобы действовать в этом мире, ему не нужно, не всегда нужно нарушать те законы, которые он раз и навсегда установил. Он действует и присутствует в мире человека, если человек его в свою жизнь пускает. И человек, когда человек начинает это действие Божие замечать, тогда в его жизнь и приходит чудо. И здесь Господь Иисус Христос совершает чудо по удивительно глубокой, потрясающе доверчивой вере, ну, казалось бы, совершенно случайного человека. Кто такой этот сотник? Это римский офицер, язычник и, по сути дела, оккупант. Да, за более чем 90 лет, пока Галилея находилась под властью римского владычества, то к этому привыкли. И отношение к этому сотнику достаточно доброжелательное в другом Евангелии, в Евангелии от Луки, там, начальники синагоги и другие люди говорят, что он достоин, чтобы ты к нему пришел. Но законы и обычаи говорят о другом. Он язычник, он не знает истинного Бога, он далек от народа Божьего, и держаться от него нужно подальше, даже в дом его лучше не входить. И свое положение этот человек отлично понимает. Да, Господь множество чудес совершает, и эти чудеса очень разные. Если мы посмотрим, кто-то, помните, женщина кровоточивая, ставит себе такое условие, я прикоснусь к его одеждам, тогда непременно получу то, что мне нужно. И она идет в толпу, и вот к его одежде прикасается. Кто-то просит Иисуса Христа, тоже Господь Иисус Христос, касается его больных частей, дотрагивается там до слепых глаз, до глухих ушей. Кому-то, помните, этот чудесный эпизод, когда Господь мажет грязью очи слепого, чтобы даровать ему прозрение. А тут для веры этого человека, для этого язычника, не нужно никаких физических контактов, не нужно никакого материала, не нужно никаких условий. Вот самое главное, он не ставит Богу никаких условий, не думает, что вот сделаю то-то и то-то, и Бог непременно за это мне даст. Подаст свою милость, подаст свое чудо. Ну, любая наша попытка действительно получить от Бога чудо, это определенного рода торг. Здесь мы видим только бесконечное смирение. «Я знаю, что ты можешь, я верю, что все тебе возможно, там, светило, и вся вселенная движется по одному твоему слову, но только скажи это слово, если захочешь». И мой отрог, мой слуга получит исцеление. Мне кажется, что мы очень часто с Богом пытаемся торговаться, мы очень часто Богу навязываем какие-то условия, мы очень часто недовольны Богом, и, ну, да, так, можем ему попенять, но как Бог там терпит людей, которые нам омерзительны, как Бог допускает, чтобы совершалось в мире то или иное, как Бог те или иные проблемы разрешает так, а не иначе, как бы нам хотелось. Чудо – это действие Бога в этом мире. Бог действует в этом мире как угодно Ему. Молитва христианина, молитва Отче наш, та молитва, которую дал нам Сам Господь, в которой мы с одерзновением смеем призывать небесного Бога, Творца неба и земли своим Отцом, в самой середине, в самой сердцевине содержат слова «Да будет воля Твоя». Я думаю, что если мы научимся действительно скротостью, смирением, просто с уважением волю Божию принимать, то действительно мы увидим эту укрепляющую нашу веру чудесное действие Бога. Наши тревоги, наши страхи, все наши недоумения будут этим действием Божиим чудесно исцелены. И не только в будущем веке, но и в веке нынешнем мы увидим эту Божественную Божию крепость, Божию силу. Аминь. Спасибо.